Молон! Эй! Скол! Что это было? Весконвер хобарай! К сожалению, на 9-й минуту матча судья ставит пенальти в наши ворота. Судья жестко попутывает. Всем привет, дорогие друзья, дорогие подписчики! Сегодня я нахожусь на 1-8-й матче Куба Казахстана. Первый тур Аф-Тубей играет Атрау. Сегодня у нас солнечная погода, несмотря на то, что было три дня назад, был снег. Сегодня желаю нашей команде победы, все для вас, я сниму, влог, опасные моменты, голы, если они будут. Всем приятного просмотра. Алга, с тобой. Команды выходят на поле, скоро начнется игра. Состав у нас, в принципе, подобрался неплохой, я считаю, для кубка, учитывая то, что это не основная наша задача, на кубок Казахстана, вышел Лобанцев, Хасам, Гадрани, Яшин, Граечкович, Самородов, Умаев. Состав очень боевой, и тут я вижу, даже вышел Филиппович, очень даже неплохо. Матч начался, желаю победы нашей команде. Ну а сегодня, несмотря на то, что сегодня рабочий день, среда, 4 часа дня, люди все равно пришли на футбол. Это еще раз доказывает, что в Ахтебе очень сильно любят команду, и очень сильно массово поддерживают этот вид спорта. Секретарный сектор, покажу вам. Пришли. Красавчик. Лобанцев! Гоу! 1-0 в пользу от травм. К большому сожалению, на 9-й минуте матча мы пропускаем гол. 11-метровый удар в наши ворота, и Лобанцев не справляется с прямым ударом в исполнении нападающего футбольного клуба от травм. Счет 1-0 в пользу от травм. 9-й минуте матча. Филиппович, догонят? Что было? Что это? Что это? Ну, ударьте хоть один раз поворотом, пожалуйста. Поздай, и пусть кто-нибудь пробьется. Первый тайм завершен. Счет 1-0 в пользу от травм. Ну, в принципе, моментов не было, честно скажу. Даже вроде ударов по воротам нормальных таких наша команда не произвела. Счет поэтому не изменился. Самый интересный момент, лично по мне, это было в конце, когда судья завершил первый тайм, не дав закончить атаку нашей команды. После данного инцидента к суде подошел Андрей Владимирович Карпович, главный тренер, и, в принципе, все игроки футбольного клуба в «Тубе». Лично я надеюсь, что в перерыве тренер наш сможет найти подходящие слова для реализации и поставить правильную комбинацию, в ходе которой мы все-таки переломим игру в свои результаты. Вот он, кстати, Ербол Каиров тоже стоит. Как вам матч? Как вам первый тайм? Здравствуйте. Слава вам. Пока не важно. Моменты есть, голов нет. Когда выпуск с Максом? Ждем все. Сначала выпустим Аску, как говорится, вену, потом Макс, через недели-две, наверное, вот человек сзади стоит. Он не рассказывает, что Макс? Он у вас здесь оказывается, все листы рядом, оказывается, здесь стоят. Здравствуйте. Вы сами поиграете, что думаете? Ну ничего, как обычно, когда у нас выходит вторым опорником Кенеса в стартом составе, у нас сразу центр кушает, как было в матче с Позлжаром. Я думаю, в этом проблема. Съели центр, отдали центр и как бы владение мечом. Ну сейчас посмотрим нужную замену, однозначно. Есть один, я один. Я бы сейчас выпустил Шамко, как раз подготовку с Тобовым, может быть, струнью, чтобы немножко укрепить центр. Да-да, он обязательно нужен. Ну думаю, можно перевомить, можно еще перевомить. Ну мы лично всегда тоже верим, надеемся, что пройдем дальше. Все-таки будет еще вторая игра, не забываем. 2-1, 2-1 сейчас, затащим. Дома надо побеждать, все. Рахмет, хорошего матча. Да. Ты не хочешь что-то пару комментариев по игре? Да, что вам надо сказать по комментариям поиграть. Ну игра не важная, но второй атак будет выиграем, надеемся. Ожидания вообще какие-то. Да-да, будут. Давай я тебе задам вопрос, матч с Тоболом в следующем? Поедем матч, конечно, поедем. Я рыбалечку, он красавчик хочет, всегда с нами двигает. Как думаешь, с Тоболом что будет? Выиграем Тобол? А уверенно. А еще у тебя пару комментариев в Тоболе возьму давай. Давай-давай, конечно. Кустанай встретимся. Пацаны, привет, как дела? Нормально. Как вам матч? Короче, подкупили. Нормально. Туде жестко подкупили. Как вам матч? Очень нравится, не нравится? Нормально. Как думаете, отыграемся? Да. Кто забьет? Я еще сказал Сабурадов, Филиппов. И еще кассу. Фенальти. Я за фенальти буду. Все хорошо, пацаны. Что, в футболом сами играете, не играете? У кого? Кто тренер вас? Артем Николаевич. Привет, предатель. Привет, Артем Николаевич. Все, давайте. Пацаны, счастливо. Команды выходят на поле, скоро начнется второй тайм. Пожелаю нашей команде победы в предстоящей игре. И как можно больше опасных моментов, которые будут реализовываться. Отлично. Вешай. Давай, давай, ой. Эй, блин, почти. Брат, я не вижу. Не, на столбстве. Что? Подожди, подожди. Давай, давай, не мешай. Ничего, это было. Догонят? Давай, давай, давай. Гол. Элдер, Сантана. Элдер, Сантана. 1-1. 70-я минута матча. Красава. Элдер, Сантана. 70-я минута. Счет 1-1. Алга Ахтубе. Забил. Элдер, Сантана. Нужен пас. Ой, красава. Бей. Бей сам. Серия опасных атак. Ахтубе очень блин ко второму голу. Надеюсь, что мы дожмем и переломим матч в нашу пользу. К сожалению, на 77-й минуте матча мы пропускаем гол. Счет 1-2 в пользу от Рау. Бешик, Искандер. Еще пас нужен, пас. Пас. Что это было? Искандер Хабарай. Искандер Хабарай забивает очень важный гол. Счет 2-2. Идет 83-я минута матча. Счет 2-2. 85-я минута матча. 1-8 Кубка Казахстана. Первый матч. Штрафной в исполнении Ахтубе. Лео. Гол. Почти. Было опасно. Матч завершен. Счет 2-2. К сожалению, ничья. В первом матче 1-8 финала Кубка Казахстана. Надеюсь, что в ответ на встречу Батрау наши игроки покажут характер и, в принципе, продают дальше в 1-4. На этом все. Сейчас идем на пресс-конференцию. Послушаем, что расскажут тренеры обеих команд. Хорошая была игра. Такая для зрителей всегда интересная. Когда есть голы, когда есть четыре гола. Боевода острая. Конечно, с такой командой, я считаю, качественная команда. Ахтубе создать столько моментов, да, и не забить. Конечно, мы должны были намного больше забивать. И хочу, первое, поблагодарить своих ребят, что они не падают духом. И первая игра, помните, да, была такая, наверное, все-таки незаслуженный был такой счет. Но четко верить сюда на табло. И, значит, так тому и быть. Ну, в первую очередь, мы рады, что попали в такую ситуацию. То, что получился такой плотный график. Получается. Вот. Это, опять же, проверка наших ресурсов. Проверка нашей команды. С чем мы столкнемся в будущем. Вот. В целом, думаю, что матч был неплохим, достаточно боевым. Четыре забитых мяча. Вот. Я считаю, что могли и проиграть, могли и выиграть. Увидели, что у нас есть. Увидели свои минусы. Увидели свои плюсы. Вот. Очень порадовало то, что два раза проигрывали, отыгрались. Это значит, что есть характер. Порадовало то, что забил удар при таком большом объеме работе, да, всегда в каждом матче. Не доводилось ему забить, скажем так. Все-таки нападающий, для нападающей очень важно забивать. Вот. Я надеюсь, что это будет какой-то отправной точкой для Элбера. Вот. Ну и появился у нас тоже Джокер, оказывается, среди Эскандера Кабарая. Да, и это тоже очень приятно, то, что человек достаточно мотивирован и достаточно полезно может действовать, когда это необходимо. То есть вот из плюсов, скажем так, в целом, думаю, что матч получился боевой, напряженный. Спасибо болельщикам очередной раз за поддержку, как обычно. То, что Джокер, Рахмет, это не важно. Самое главное, надо побеждать каждый матч, выходить. Но сегодня этого не было, как бы сказать. После того матча в чемпионате чуть-чуть уставшие были. Где-то новый состав вышел. Связки где-то новые, там, неслаженная получилась игра. В принципе, из-за ошибок пропустили гол. Ну, самое главное, не проиграли. На следующий матч будем готовиться.